здравствуйте дорогие друзья в первой части фильма про монголо-татарское иго мы рассмотрели 5 вопросов из 12 и остановились на вопросе как многотысячная конница завоевателей решала главную проблему войны снабжения и фуражировки на марше а затем на вражеской территории говоря простым языком чем питались монгольские лошади во время этого похода если кто не видел первую часть то настоятельно рекомендую посмотреть сначала ее чтобы сложилась полная картина а мы продолжаем официальные историки утверждают что монголы использовали степных лошадей которые весьма неприхотливые маленькие ростом в холке до 110 120 сантиметров их основное питание это сено и трава дело в том что в естественных условиях обитания такие лошади на самом деле неприхотливы и достаточно выносливы одна зимних пастбищах степи они способны разрывать снег и есть прошлогоднюю траву на основе этого официалы дружно считают что благодаря этим свойствам вопроса про питание лошадей во время зимнего похода на русь вообще не стоял однако официальными историками почему-то умалчивается тот факт что даже в монгольских степях степные лошади могут добывать из-под снега прошлогоднюю траву с глубины не более 40 сантиметров а если на снегу будет наст то лошади очень сильно ранят ноги и вообще могут остаться без пропитания и погибнуть за несколько дней между тем несложно заметить что условия на руси совершенно иные толщина снежного покрова больше площадь травостоев и общее количество прошлогодней травы меньше то есть эти условия отличаются от той же монголии или скажем казахстана поэтому нужно четко понимать насколько было легко лошади добыть необходимое количество корма тут еще нужно учитывать что прошлогодняя трава под снегом в монголии это практически сено так как климат сухой и трава успевает высохнуть на корню а прошлогодняя трава под снегом на руси она полу гнилая так как у нас по осени идут дожди какова питательная ценность прелы травы кроме того зимний выпуск степных лошадей представляет из себя следующее табун медленно проходя сзади несколько сотен метров передвигается по степи в течение всего дня выискивая жухлую траву под снегом таким образом животные снижают свои энергозатраты однако в походе против руси этим лошадям приходилось проходить в день на морозе по 10 20 30 и даже более километров неся инвентарь или воина при этом чтобы хотя бы попытаться лошадям найти пропитание в таких условиях войско должно было двигаться шеренгой а не колонной так как при движении колонной каждый позади идущий лошади достается все меньше корма друзья как вы считаете было ли у лошадей вообще время на поиски корма и удавалось ли им в таких условиях восполнять свои энергозатраты сегодня средняя лошадь весом в 350 400 килограмм должна съедать в день овса 5 килограмм сено 10 13 килограмм отрубей килограмм полтора моркови 23 килограмма еще лошадям обязательно нужна соль обычная поваренная соль которую мы используем в пищу примерно килограмм соли в месяц каждой лошади а ведь согласно официальным данным монголы использовали степных лошадей которые практически не едят зерно морковь кочевником взять также негде так как у себя в монголии они земледелием не занимались а отнимать морковь в таких количествах по пути в степях казахстана также нереально ибо там также жили кочевники соответственно питались монгольские лошади исключительно травой и сеном и сено требовалось в таком случае 20 25 килограмм в целом же условный усредненная монгольская лошадь за время вторжения на русь с 1 декабря 1237 года по 3 апреля 1238 года наскакала от 1700 километров самая минимальная оценка по небольшой части монгольского войска до 2800 километров условный суточный переход колеблется от 15 до 23 километров если отнять время сад и штурма городов стоянок на отдых получается что монгольские лошади за каждый день движения проходили в среднем до 25 30 километров это великолепные результаты для низкорослых степных лошадей с учетом того что все это происходило на морозе посреди непроходимых лесов и сугробов с грузом садника или поклажи и при явной нехватки кормов ведь вряд ли монголы могли реквизировать у местных земледельцев много сена для своих лошадей тем более что степные лошади практически не питались зерном вопрос о том сколько из лошадей выжило после таких переходов в довольно суровых климатических условиях и очевидно нехватки кормов официальными историками даже не обсуждается вообще вопрос питания лошадей причем питание правильного чтобы лошадь не ослабла и не пала во время длительных и тяжелых нагрузок этот вопрос достаточно сложный и требует комплексного подхода давайте попробуем посчитать необходимое количество сена для прокорма монгольских лошадей во время так называемого вторжения как мы посчитали ранее за три месяца перехода от монголии до руси будет съедено 90 тысяч лошадей для ровного счета округлим и до резания дошло 400 тысяч лошадей и теперь им нужно кормиться с 1 декабря 1237 года по 3 апреля 1238 года или 121 день одной ложки в день требуется 20 килограмм сена за 121 день так называемого вторжения одна лошадь съест почти две с половиной тонны сена всего для 400 тысяч лошадей потребуется 968 тысяч тонн на первый взгляд может показаться что цифра не такая уж и большая учитывая что урожайность естественных сенокосов в рязанской области 13 центнеров сена с одного гектара московской 11 а во владимирской 13 центнеров с гектара однако тут нужно понимать что это лесистая местность и севернее рязани нет больших площадей под сенокосы любой более-менее пригодный участок использовался для посева хлеба и других культур заготовку сена вели по склонам оврагов и на пушках лесов при этом в каждом хозяйстве конечно было заготовлено сено на зиму для своих лошадей и коров но вряд ли кто-то из деревенских жителей ждал гостей с востока и заготовил для них сено и морковки получается что как ни крути но прокормить огромное войско и всех лошадей в условиях которые описывают официальные историки просто невозможно однако давайте зададимся вопросом а была ли зима ведь если условия были иными а конкретно переход от монголии был в условиях субтропиков то тогда официальная версия сходится и фуража а также питание воинам вполне могло бы хватить по теме смены климата на нашем канале есть отдельный фильм там этот вопрос разбирается более подробно сейчас же скажу что согласно нашей версии смена климата произошла как раз в тот период когда монголы подошли к руси собственно началась зима что касается соли то как я уже говорил ранее каждой лошади нужно примерно килограмм соли в месяц так дикие степные лошади могут сами по мере необходимости находить солончаки времени у них на это предостаточно однако во время военного похода боевым лошадям самостоятельно искать соль некогда поэтому весь ее запас приходится таскать с собой и тут очень интересный момент на трехмесячный переход в одну сторону из Монголии до Руси для 500 тысячного табуна нужно взять всего-то полторы тысячи тонн соли но при этом нужно быть уверенным что по окончании перехода будет гарантирована доступна местная соль иначе придется тащить гораздо большее количество соли чтобы обеспечивать лошадей во время всей военной кампании до момента возвращения в Монголию но время вторжения на Русь по официальной версии это зима и природных источников соли в открытом доступе точно нет а на время вторжения на Русь одной лошади нужно 4 килограмма соли для всех дошедших от Монголии лошадей а это 400 тысяч голов нужно возить с собой одну целую шестьдесятых тысяч тонн соли говоря простым языком если бы монголы не знали о солончаках в Поволжье то всю эту соль а также соль для обратной дороги в Монголию им пришлось бы тащить с собой из Монголии а это уже совсем другие цифры таким образом мы подошли к вопросу разведки но про это далее теперь давайте рассмотрим вопрос как поить лошадей на марше и так ранее мы посчитали что из Монголии выходит полмиллиона лошадей за сутки взрослая лошадь может выпить до 50-70 литров воды соответственно наш табун будет выпивать 35 миллионов литров воды в сутки если это река или крупное озеро то такой объем воды даже не будет заметен но что делать если в этой местности нет рек или озер во-первых о наличии или отсутствии водопоев нужно знать заранее то есть опять же разведка во-вторых в случае отсутствия водопоев воду также нужно тащить с собой однако нельзя лошадь нагружать до бесконечности если лошадь перевозит груз без телеги то есть на себе то вес ее поклажет должен быть не более 20 процентов от ее массы например если лошадь весит 400 килограмм то предельная нагрузка на ее спину 80 килограмм а степные лошади которых использовали монголы были еще меньше следовательно могли перевозить еще меньше груза и не стоит думать что лошадь рождена чтобы работать конечно это так но мы почему-то не возим бетонные плиты на быстром мотоцикле а выбираем для этого большой грузовик монголы которые были по сути своей кочевниками знали как правильно обращаться с лошадью и ценили и получается что для дальних переходов одна лошадь может взять воды максимум на один день только для себя естественно кто-то скажет мол степные кони неприхотливые выносливые могут долго входиться без воды да это так только понятие долго здесь крайне не определено тут нужно понимать что лошадь это не верблюд и даже есть поговорка как лошадь попьет так она и повезет но давайте сделаем допущение что на всем пути следования монгольского войска примерно через расстояние суточного перехода были реки повторюсь это именно допущение ибо если просто взглянуть на карту можно понять что это не так где-то реки следует одна за другой а где-то их почти нет а теперь давайте попробуем представить как полмиллиона коней подходит к реке на водопой учитывая габариты лошади ей нужно около метра береговой линии чтобы пить естественно что сразу все 500 тысяч не придут к водопою на марше колонна растягивается но даже фронт колонны всего в тысячу коней займет довольно приличный участок реки и пока первая тысяча пьет сзади подходит вторая тысяча третье и так далее и тут уже не важно сколько лошадей пришло на водопой 100 тысяч или полмиллиона они в любом случае займут несколько километров вдоль реки при этом сразу после физических нагрузок лошадь нельзя поить то есть вопрос элементарного казалось бы водопоя превращается в нетривиальную задачу требующую немалых усилий в логистике причем у каждой реки при этом водопой можно совместить с переправой через реку при необходимости лошади умеют плавать однако когда лошадь плывет то над водой торчит только ее голова поэтому тут же встает вопрос как не замочить поклажу которую везут в ючные лошади например уже соль также намокшие тюки со шкурами для юрт не прибавят удобства так как нам окнув станут очень тяжелыми вряд ли у монголов были гермомешки тут нужно понимать что переправа через реку вплавь вполне возможно но она подразумевает что на противоположном берегу сразу будет поставлен лагерь для отдыха и просушки вещей в противном случае нужно искать брод так как мостов согласно официальной истории степи еще не построили и вот тут возникает еще один закономерный вопрос если монголы не смогли найти брод и реку все же нужно преодолевать вплавь лошадей перед переправой развьючивали если нет то как я и говорил выше все имущество намокнет а соль вообще придет в негодность если развьючивали то как переправляли поклажу строили платы а если река в степи то из чего строить плод тут всплывает другой важный момент дело в том что для плота не подойдет абы какое дерево для плота нужны деревья с ровными и толстыми стволами а степных кустиков конечно можно сваргане некое подобие плота но при этом учитывайте что грузоподъемность любого плавательного средства прямо пропорционально вытесняемой им воде говоря простым языком плод собранный степных кустов будет казаться большим до момента погрузки на него чего-либо по мере того как вес груз будет увеличиваться этот плод будет погружаться в воду что в свою очередь скажется на том как близко к береговой линии на противоположном берегу этот плод сможет подплыть упершись ветками в дно на пути от монголии до рязани сотни если не тысячи рек расположенных зачастую гораздо ближе друг другу чем орда проходит за один день если останавливаться на просушку после каждой реки то путь от монголии до рязани займет гораздо больше времени чем три месяца ну и знаете расположение всех бродов на каждой реке просто невозможно если конечно нет точной и подробной карты сразу всего маршрута так как маршрут следования нужно прокладывать учитывая переправы сразу через несколько рек таким образом не зная протекающих рек на местности по которой предстоит двигаться войску это войско не сможет двигаться сколько-нибудь быстро и организованно переход огромной армии из монголии на русь стабуном лошадей это не соседний магазин с собачкой за хлебом сходить вопроса откуда монголы знали направление куда идти мы уже несколько раз касались сегодня и давайте его обсудим подробнее поход тридцати тысячного войска субидея и джебе через территории современных афганистана ирана и через кавказ юго-восточную европу в 1222 1224 годах традиционно считается разведывательным однако сами же официальные историки говорят что еще в 1207 году чингисхан направил своего старшего сына джучи на завоевание племен обитавших к северу от реки селенги и в долине иртыша при этом в состав земель джучи были включены и территории восточной европы половцев алан венгрии и руси которые планировалось завоевать в дальнейшем при этом уже во время первого западного похода военачальником субидею и джебе ставилась цель завоевания руси афляне повторюсь через афганистан иран и кавказ то есть через горы армия батыя в 1236 году согласно официальным данным подошла к руси через территорию современного казахстана то есть по направлению отличному от того которым шли субиде и джебе за 12 лет до этого и в том и в другом случаях мы видим что монголы не страшились таких расстояний и точно знали куда идти даже для осуществления так называемого разведывательного похода субидею и джебе через горы афганистана ирана и кавказа нужно было быть уверенным что они не попадут в межгорную долину из которой только одна дорога таким образом или у монголов были подробнейшие карты всего маршрута следования от монголии до резания с отметками всех высот перевалов солончаков рек и бродов а также компас и приборы для навигации либо им просто очень круто повезло остроту этого вопроса осознаешь когда оказываешься в местности с однотипным пейзажем и тут нужно понимать что официальное объяснение что брали противника из местных справедливо только отчасти все дело в том что для столь дальних перемещений мало иметь проводника в одной конкретной местности нужно знать весь маршрут в перспективе чтобы вообще знать направление куда идти и как мы уже слышали по официальной версии истории уже в 1207 году монголы это направление точно знали и планировали покорение европы чего им на месте не сиделось и зачем им сдалась эта европа это еще один не менее важный вопрос на который ни один официал не даст четкого ответа таким образом монголы или знали куда идти благодаря заблаговременной профессиональной разведке или им было все равно куда идти так как просто не было иного выхода то есть мы имеем дело с обычной миграции или просто переселением народов на новые земли согласно утверждением официальной истории особенностью монгольского войска было полное отсутствие колесного обоза только кибитки хана и особо знатных лиц перевозились на повозках здесь стоит отметить что всеми официальными историками факт передвижения монгольского войска по пересеченной местности без обоза принимается как аксиома дескать неприхотливым кочевником он был не нужен и если все свои камнеметные осадные машины монголы теоретически могли построить на месте из подручного леса непосредственно перед каждым штурмом каждого города что уже само по себе звучит более фантастично чем вообще отсутствие повозок у монголов то каким же образом и на чем монголы перемещали снаряды к ним кузницы для починки оружия для восполнения потерянных конечников стрел копий и тому подобное каким образом увозили раненых и убитых поскольку за все время археологических раскопок на территории северо-восточной руси не было найдено ни одного захоронения монгол татар некоторые историки такие как владислав петрович даркевич и вадим викторович каргалов договорились даже до версии о том что своих убитых кочевники вывозили обратно в степи разумеется понимать вопрос о судьбе раненых или заболевших монголов в таком свете даже не стоит иначе наши официальные историки додумаются до того что их просто съедали тем не менее острым остается вопрос откуда вооружение любая армия без оружия это просто толпа так откуда у столь многочисленной монгольской армии столько оружия принесли с собой из монголии отняли по пути у покоренных народов или сделали на месте давайте опять посчитаем для простоты расчетов будем считать только сабли и наконечники стрел а доспехи копья прочую железную утварь сейчас пока считать не будем итак наше усредненное монгольское войско численностью в 100 тысяч воинов было вооружено помимо всего прочего саблями сабля была у каждого воина будем считать что всего одна хотя официально многих было по 2 и даже 3 сабли но не у всех сабли этого периода имели массу от 800 грамм до полтора килограмма опять же считаем по среднему один килограмм то есть на производство только сабель ушло включая производственные потери брак как минимум 150 тонн стали причем заметьте не железо а именно стали так как железо в чистом виде довольно мягкий металл и в природе практически не встречается для простоты в дальнейшем в этом фильме будем называть углеродистую сталь железом но если что то я в курсе что это разные вещи помимо сабель воины монгольской армии были вооружены луками причем сражение на саблях монголы предпочитали обстрел противника из лука поливая его дождем и стрел на вооружение монгольской армии было два основных типа стрел обычные с массой наконечника около 15 грамм и тяжелые с массой наконечников 40 грамм опять же цифры вроде небольшие но только один залп 100 тысячного войска обычными стрелами и в сторону противника улетает полторы тонны железа а если верить рассказам официальных историков то монголы отличались высокой скорострель ностью из лука и буквально поливали своих врагов стрелами делая по 10-12 выстрелов в минуту а учитывая что будет длиться как правило все же дольше минуты то расход железа был в разы больше так или иначе но за один бой могли израсходовать более 15 тонн стали даже если стреляли не все а теперь внимание вопрос каким образом исполнялся запас наконечников стрел помимо добычи собственно металла в таких количествах наконечники нужно изготовить а это процесс ковки и закалки где ковали наконечники стрел в монголии значит их привезли сюда через пол континента во время перехода или их изготавливали на месте значит монгольская армия таскала с собой кузницы а учитывая общее количество стрел невольно задаешься вопросом сколько металла человека часов ушло на их изготовление полезные ископаемые монголии очень богато и обширны здесь имеются месторождение железа меди золото серебра вольфрама олова свинца урана а также нефти каменного угля асбеста и других нерудных материалов проще перечислить полезные ископаемые которых нет в монголии недаром ее называют сокровищницы полезных ископаемых почти всю таблицу менделеева можно найти в месторождениях ее недр при этом монголы того периода живут в юртах построенных из жарди и шкур все их постройки временные разбираются и увозятся когда орда переходит на новое место а мечи доспехи наконечники копий стрел сделан как ни странно из железа говоря практически монголы при желании могли бы наладить массовое производство оружия доспехов и прочего но помимо желания для подчинения металла нужно вести оседлый образ жизни так как доминую печь и кузницу с собой постепи не потаскаешь а еще нужна письменность как таковая и хотя бы элементарное образование вообще чтобы разбираться в металлах и секретах кузнечного дела для производства железа требуется сложный технологический процесс мы это уже рассматривали много раз железо ну или сталь нельзя получить просто в костре помимо производства железа не менее важно является технологии изготовления непосредственно самого оружия так как это очень сложный процесс ковки и закалки и на коленке хорошую саблю не сделать сабля сделаны кое-как при первом ударе либо погнется либо сломается официальные историки признают что монголов не было собственного производства железа они получили доступ к передовому на тот момент производства оружия в северном иране покорив харизм а также захватили огромные запасы оружия покорив империю цзинь северной китай а если верить официальной истории то миллионная армия северного китая по своим боевым качествам и количество воинов считалось одной из сильнейших не только в регионе но и в мире то есть понимаете друзья согласно официальной версии оружие у монголов трофейная после покорения сильнейшей армии а чем они покоряли сильнейшую армию видимо голыми руками теперь давайте коснемся тактики монгольского войска которая говоря простыми словами заключалась в обычном продвижении колонной по территории противника сейчас не будем разбирать методы введения боя в поле или осады городов нас сейчас интересуют фланги любая армия в любые времена во время любых войн помимо целей продвижения вглубь территории противника всегда решает задачи обеспечения флангов и тыла дабы не попасть в окружение здесь же официальные историки рисуют нам прямо противоположную картину монголы нисколько не беспокоятся за свои фланги растягивают колонны на марше спокойно переходя от города городу покоряя и сжигая их и при этом ни разу не попали в окружение если рассматривать в таком ключе то и действия больше напоминают действия партизан кстати про партизан во время частичной оккупации русских земель польско-литовскими отрядами во время так называемого смутного времени а также во время отечественной войны 1812 года и во время великой отечественной войны было широко распространено партизанское движение во всех трех случаях при вторжении превосходящих сил противника наш народ успешно использовал особенности ландшафта и климата пересеченные местности мороз всегда помогали партизанам регулярной армии отступая в ожесточенных боях изматывала войска противника тем временем войну вступали партизаны они в первую очередь вырезали тыловые подразделения противника разрушали его снабжение и коммуникации а страна получала время чтобы провести мобилизацию и накопить резервы для дальнейшего ведения боевых действий ну а далее далее наступала бесславная гибели захватчиков и подвиг партизан великую отечественную войну самый яркий недавний пример этого и мы помним его и гордимся им но возвращаясь к монгольскому нашествию на русь получается что какие-то кочевники с дальнего востока смогли осуществить то что казалось не под силу не наполеону не гитлеру завоевать нашу родину зимой друзья а кто из вас знает примеры партизанской борьбы с монголами в 1237 1240 годах пожалуй единственный пример партизанского сопротивления ордом батыя это легенда о евпатии калаврате однако многими официальными историками факт его существования вообще ставится под сомнение как это не прискорбно но тактика так называемой армии батыя которую нам описывает официальная история как раз и похоже на партизанскую войну против армий русских князей и теперь самый главный вопрос который никто никогда даже не пытался задать по мере завоеваний и расширение монгольской империи в нее входили территории покоренных государств однако почему состав монгольской империи а затем состав золотой орды не были включены территории русских княжеств тем более что согласно официальной же информации чингисхан еще в 1207 году включил русские земли во владение своего старшего сына или все же русские удельные князья победили орды батыя и смогли предстоит независимость или это какой-то хитрый план монголов оставить княжества формально независимыми чтобы периодически приходить и силой заставлять платить дань а если откажутся то грабить их но это вообще бред так как включение русских земель состав монгольской империи или золотой орды позволило бы просто обложить налогом эти территории и призывать русичей в армию монголов как это было сделано с другими покоренными народами тут нужно уточнить что время от времени дружины русских князей воевали на стороне монголов однако это были так называемые союзные войска они рекрутские тут немаловажно будет напомнить что становление монгольской империи и все завоевания монголов начались именно в тот период который в рамках марксистской теории описывается как феодальная раздробленность заметьте не раньше и не позже неужели просто совпадение что чингисхан жил именно в это время именно в это время решил завоевать мир при этом казалось бы завоевывать княжество по одному и включая состав монгольской империи которая уже занимает две трети в разе однако нет формально Русь сохраняет независимость официально этот период называется монголо-татарским игом однако согласно той же официальной истории это позволило не утратить национальной самобытности патриотизма а впоследствии самоорганизоваться и победить золотую орду хоть и 250 лет спустя неужели в самом начале Батырь был настолько глуп что оставляя независимость русским землям не мог предположить что именно так и будет ведь даже на покоренных территориях и включенных состав монгольского государства постоянно вспыхивали восстания а здесь позволяют поверженному противнику сохранить свободу это все были вопросы на которую в целом или нет совсем ответов или их ответы невнятны и порождают еще больше вопросов а теперь друзья предлагаю вашему вниманию наш ответ на все поставленные выше вопросы монголо-татарским нашествием прикрыли миграцию населения и феодальную раздробленность период постапокалипсиса людские потери массовое разрушение городов и откат в промышленности и науке также миграцию населения прикрыли нашествием гуннов который по сути является калькой с монгольского нашествия таким образом монголо-татарское нашествие это вовсе не выдумка а всего лишь стремление людей спастись от беды которая пришла в их дом при этом приходя на новое место стычки с местным населением убеженцев конечно же были даже в наше время местное население не жалуют даже небольшие группы переселенцев и дело часто доходит до силового противостояния а чего уж говорить о переселении целого народа однако тут важно понять что речь идет не о вооруженном вторжении а о вынужденной миграции а гражданская война между удельными князями и так шла еще до монголов а переселенцы лишь ее усугубили своим появлением так как период постапокалипсиса делиться даже с соседом не каждый захочет не говоря уже о пришлых незнакомых людях эпизод всемирного катаклизма накрывший сибирь и вызвал это самое резкое похолодание и переселение народов собственно поэтому и сибирь пустая что из нее ушли почти все кто выжил во время этого катаклизма о котором мы говорили в предыдущем фильме итак друзья если вы смотрите последовательно все фильмы на канале то вы наверняка уже смогли проследить цепочку событий мы уже на этом не заканчиваем и далее тема будет продолжена и несмотря ни на какие трудности мы вам расскажем всю правду а на этом я с вами не прощаюсь впереди еще много интересного благодарю вас за то что досмотрели этот фильм до конца всего вам доброго до скорых встреч